Дорогие друзья, приветствуем вас в эфире, как всегда в это время, чемпионат независимой федерации рестлинга «Опасная зона». А вместе с нами вас приветствует Саня Панков в компании «Железным Волком». Невероятно из-за того, что «Железный Волк» не хочет для своего недавно обретенного напарника по команде всяких неожиданностей, как испытал на себе «Железный Волк». В прошлом выпуске мы могли это видеть. В то время, когда «Железный Волк» уже практически удержал Казанову, у ринга появляется Иван Громов. И отвлекает «Железного Волка». Казанова не упускает момент, атакует «Железного Волка», делает ему свой коронный криптонический хруст. И после этого, пожалуйста, удерживает его ко всеобщей неожиданности. А Иван Громов покидает ринг с довольной улыбкой на лице. Я думаю, что эта ситуация на этом просто так не закончится. Ну что ж, это мы узнаем дальше. А пока что «Голубой Гром» выходит к рингу. Сегодняшний соперник Сани Панкова. Сани Панков, как всегда, без всяких долгих обиняков рвется в бой. И смотрите, хотя чемпионат «Опостная зона» проходит в совершенно новом месте, на сей раз это было в городе Хрязино, Московской области. Какая неожиданная поддержка! Смотрите, что тут можно сказать? Это значит, что в городе Хрязино, Московской области, зрители также смотрят независимую федерацию рестлинга, чемпионат «Опостная зона». И уже у Сани Панкова есть свои поклонники и поклонницы. Но ему в этом бою они не помогут, потому что противостоит ему один из самых опытных борцов федерации «Голубой Гром». Ого! Смотрите, хотя и принял мощный плечевой блок Сани Панков чуть ранее от «Голубого Грома», но тут же в ответ ему провел мощный «Хиптос». Да, больно! Еще бы! Такой «Хиптос». Ну ты, блин, мужик, в конце концов, «Голубой Гром». Ты борец, так что молча терпи бой, залезай на ринг и продолжай драться. Что-то похоже «Голубой Гром» не особенным на второй пацана ринг в каких-то раздумьях. Ну, может быть, человек продумает в голове какую-то тактику, как ему совладать с Саней Панковым, потому что как-то стыдно будет для него, такого опытного борца НФР, проиграть, ну, менее опытному, скажем так. Саня Панков тем временем демонстрирует кое-какие приемы из ассортимента так называемого чейн-рестлинга и выходит на хэт-лок. И, похоже, не собирается разжимать голову «Голубого Грома» из своего захвата. Смотрите, а зачем «Голубой Гром» лезет на канаты еще при этом? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это он сделал зря. Ну как зачем? Потому что, когда любая часть тела рестлера находится на канате, то это холод судья для того, чтобы он приказал расцепить захват. Но в этот раз, похоже, это сработало против «Голубого Грома». Да, и челюстью он плюхается на ринг. Не ожидал он такого подвоха от Сани Панкова, что вот его так резко отпустят, что ему придется шандарахнуться. Посмотрите, по матче этого матча я стал замечать, что как-то Сани Панков, он более подготовленным вышел, что на этот год. Потому что он такое ощущение, что предугадывает всю тактику «Голубого Грома», все хитрости «Голубого Грома». Это вот особенно сейчас, когда он находится, когда рука его зажата в захвате «Армбару Голубого Грома», не особо-то он, похоже, чего-то предугадывает, потому что второй раз попадает на тот же самый «Армдрак». Но дело не в этом. Может быть, он и готовился, и даже наверняка готовился. Просто «Голубого Грома», как всегда, подводит вот эта чрезмерная вальяжность, чрезмерная самовлюбленность и чрезмерное самолюбование. Вот и все. Вот вы посмотрите. Все, что он не делает, он делает это с таким самовлюбленно-циничным выражением на лице. Ну, во-первых, уважаемые коллеги, давайте с вами тогда уж ударимся в психологию. Во-первых, каждый человек сам по себе немного эгоист, сам по себе немного ценит. А во-вторых, ну если бы, блин, такой классный борец, почему бы не покрасоваться? Всему есть своя мера, вот в чем дело. А «Голубой Гром», как я уже сказал, не знает в этом меры. И смотрите, ну и конечно, ну что это такое? Ну грязная тактика просто хоть в качестве иллюстрации в учебники вставляет. Вот, пожалуйста, ты чок в глаза. Да, вот, пожалуйста, ущип за язык, по-моему, только что. Ну почему же грязная? Посмотрите, судья бой не оставил, не оставил. «Голубого Грома» не дисквалифицировал, не дисквалифицировал. Значит, все в пределах правил. Так что, уважаемые коллеги, это ваше предвзятое отношение к «Голубому Грому». И зря вы так. Он же очень хороший борец, и все всегда у него тесто. Судья не останавливает бой только из своей обычной демократичности. Он хочет дать публике подольше наблюдать за этим зрелищем. Ну, смотрите, все-таки... Кажется, да, разозлил он сейчас Саню Панкова. И как-то теряется, теряется по плу «Голубой Гром». Неожиданно выходит на удержание. Железный Волк верит, верит в своего напарника по команде, в Саню Панкова. Даже наблюдая вот за этими начавшимися издевательствами со стороны «Голубого Грома», с такой ухвылкой, говорит как бы, да нет, все нормально, ты только подожди, а все это ерунда. Ну, я бы не назвал вот то, что сейчас «Голубой Гром» делает Саню Панковым ерундой. Ну, да, и сейчас это легитимный жесткий захват, слипер. И даже подальше от каната оттянул на середину ринга только что «Голубой Гром» Саню Панкова. Так, и судья начинает отсчет. Саня Панков, похоже, нет, все-таки подает он какие-то признаки борьбы, признаки жизни, я бы даже сказал. Да не только подает, а даже чуть-чуть отдохнув, встает и проводит олимпийский слэм «Голубому Грому». А сколько олимпийцевых, посмотрите, что сейчас делает Саня Панков. Да я не верю, что он способен после всего на это. Прямая обязанность каждого рестлера. Вот так вот в неожиданный момент взорваться, как пружина, разогнуться и быть способным провести мощный бросок. И желательно еще добавить вот такой двойной топорный удар в догонку. И Саня Панков уходит и уезжает. Нет, нет, не должен проиграть «Голубой Гром». Ну, просто так, ну вот не должен он проиграть. Ну, я не верю, что сейчас будет олимпийский. Просто так, у него достаточно сильный противник, пускай относительно новичок. Так, а вот это зря. Саня Панков разбежался для какого-то более мощного удара ногтем, но тут же попал «Голубому Грому» на что-то вроде спинолома. Да, да «Голубой Гром» давно бы выиграл у этого Сани Панкова, если бы он не отвлекался на всяких «Железных Волх» и прочее. Как говорила моя бабушка, плохому танцору ключи в карманах мешают. Да, ваша бабушка обладала потрясающим чувством юмора, уважаемый коллега. И снова, смотрите, и снова «Голубой Гром» прибегает к грязной тактике. Прямо на глазах у судей, прямо на середине ринга пытается рукой своей придавить, прямо за котык, за горло придушить Саню Панкова. Ну куда это годится вообще? Вот, пожалуй, ты майкой теперь удушение в ход убьёшь. Почему же? Какое удушение? Вот всё, судья говорит, нет, я не должен удерживать его майкой. Всё, он не прививает у него удушение майкой. Ну ещё он принял, да, ещё бы сказал, молодец, души дальше. Вот было бы совсем хорошо. Так что «Голубой Гром» выполняет в точности указания рефери. Всё у него по-честному. Это опять всё же ваше предвзятое отношение к «Голубому Грому». Но болеете вы за Саню Панкова, уж признайтесь. И Саня Панков путём своего станера выходит из очередного слипера «Голубого Грома». Я думаю, что именно так и должно было произойти. И как наказание вот этот дополнительный наброс «Голубого Грома» на канаты. Потому что тем самым Саня Панков как бы даёт «Голубому Грому» почувствовать все те нехорошие вещи, которые незадолго до этого «Голубой Гром» применял по отношению к Саню Панкову. Раз, два, удержание. Нет, нет, нет. Да, вы заметили. Оно что-то новое, да, в этом удержании. Да, что-то не так. По удержанию «Берёзки». Но к чести «Голубого Грома» не получилось у Сани Панкова выиграть. У него пока что бой продолжается. И сплэшем припечатывает его Саня Панков. Нет, нет, вырывается снова «Голубой Гром». Не так-то просто победить его. Не так-то просто. Но и, конечно, в течение этого боя «Голубой Гром» несколько сдал. Потому что не ожидал, видимо, он такое сопротивление встретить со стороны этого недавнего депутанта Сани Панкова. Смотрите, теперь и «Слипер» тоже «Голубому Грому» пришлось испытать на себе. Вы видели это? Вы видели это? Да, я видел это. Это модифицированная бомба «Голубого Грома» и это победа «Голубого Грома». Вообще-то я говорил не о том, а о том, что было там модифицированной бомбой. Это был удар назад по отмашь снизу вверх между ног. Это незаконный приём. Уважаемый коллега, говорю вам, в миллионный, в тысячный раз судья бой не остановил. Значит, всё было в пределах правил. Абсолютно честная, честная, заслуженная победа «Голубого Грома» и любовь поклонницам. И даже с поклонницами он кочевряжется. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы переходим к обзору командного турнира НФР, стартовавшему в начале этого года. В первом матче 1-8 встречались команды «Медбратьев» и «Физкульт-Привет». Несмотря на то, что команда «Медбратьев» практически весь матч имела преимущество и тубасила «Физкульт-Привет», как хотела, особо сильно это им не помогло. Вот вы можете видеть самые зрелищные и красочные моменты этого матча. Даже двойной буйдок. Но это им не помогло. Двойной «Ти-Ти-Ти» и команда «Физкульт-Привет» одерживает победу в этом матче. Второй матч 1-8 финала, или так называемого «Физкульт-Привет». Относительно свежая команда «Адские клоуны» встречались с настоящими ветеранами российского рестлинга «Ронни Кримсоном» и «Локомотивом». И хотя «Адские клоуны» провели пару непростых атак, но они мало что все-таки смогли сделать против «Ронни Кримсона» и «Локомотива». Достаточно легко одержали последнюю победу после своего вот такого фирменного кросс-бадди-супликса. Третий матч 1-8, между собой встречались команда «Экзотик Стайл Амиго» с Диэля Гонзалеса Тореро против группировки «Коза Ностра», «Вася Штырь» и «Ложкинский трактор Петруха». Был очень интересный, захватывающий, зрелищный матч. Красивые динамичные атаки, как с одной стороны, так и с другой. Но победу в этом матче одержала команда «Экзотик Стайл Амигос», которая встретится в одной четвертой из команды «Экзотик Стайл Амигос». Ну и последний и, наверное, лучший и самый интересный матч 1-8 финала – это «Казанова» и «Синий Гром» против Антона Дерябина и Славы Нескубина. Ничто, как вы видите, не могло остановить все сокрушающую мощь бывшего чемпиона НФР Антона Дерябина. И в конце матча, после вот этого впервые исполненного 3D, Антон Дерябин и Слава Нескубин одерживают победу и становятся четвертой командой одной четвертого финала. Следующий матч командного турнира вы увидите сразу после короткой паузы. Итак, дорогие друзья, мы с вами возвращаемся на российский резвенчемпионат «Опасная зона». И сейчас мы с вами увидим первый из двух предстоящих матчей одной четвертой финала командного турнира НФР 2009 года. Первую команду «Физкульт-привет» вы уже можете лицезреть на ваших экранах. И если мне не изменяет память, а нам не изменять не должна, и к сегодняшними соперниками будет команда «Экзотик Стайл Амиго» Тиего Гонзалес и Тореро. Совершенно верно. Именно они и появятся в «Фарске» в Украине. А я лишь хочу выразить свое такое некоторое неизбеление тому факту, что в свое время в прошлом месяце «Физкульт-приветчики» смогли таки справиться с медбратьями. Потому что «Физкульт-привет» — это же совсем свежая команда. По-моему, это и был второй третий матч Федерации, и смогли они таки разделаться с такими фрыдскими и ничего не боящимися медбратьями. А я знаю, в чем причина того, что так произошло. Вы вспомните, когда в последний раз команда медбратьев вообще вместе выступала на «Зависимой Федерации Рестлера». Когда они вместе дрались. Я, честно говоря, не припомню. Ну да, вот действительно, чего-чего. О стабильности состав медбратьев никогда не отличался. Вначале, напомню, их было четверо. Потом они стали выступать по двое и по трое. Но состав их при этом все время менялся. И вот даже, по-моему, в их последнем матче «Физкульт-привет» медбрат Витя появлялся чуть ли не в первый раз в качестве медбрата. Дорожаемый коллега, пока вы тут рассказывали про медбратьев, Диего Ганзая сумудрился на первых 15 секундах матча провести свой коронный прием на, кажется, «Физкультурнике» Олеге. И только грамотное своевременное вмешательство «Физкультурника» Александра спасло команду «Физкульт-привет» от такого позорного поражения. Да, действительно, так называемый финишер, финальный коронный прием в самом начале матча это увидишь нечасто. И теперь «Физкультурник» Саня атакует Тореро. Смотрите, мощные удары в живот, потом в челюсть разгоняет. И еще один удар в челюсть лодком. Отлично, и сразу же выход на удержание. Видимо, то, что произошло с «Физкультурником» Олегом, то есть он позволил Диего Ганзалесу провести ему коронный прием прямо в начале боя, как-то подстегнуло «Физкульт-привет» и «Физкультурник» Александр в частности, что в этом бою ни в коем случае нельзя расслабиться. Поэтому ребята принялись сразу за доведение этого боя до финальной точки в свою пользу. А вот я удивляюсь, что подстегивает наших зрителей болеть с таким узергом за «Физкульт-привет». Ведь, по-моему, кроме ассоциации со школьными уроками «Физкультуры», глядя на эту команду, ничего больше возникнуть не может. Так вот, уважаемые коллеги, в чем дело-то? Оказывается, все наши зрители самым любимым предметом в институтах, в школах, в колледжах, да где угодно считают «Физкультуру», раз они так поддерживают команду «Физкульт-привет», вот в чем, говорится, вопрос. Да, ни за что бы я так не подумал. По-моему, уроки «Физкультуры» всегда были самым нелюбимым и самым пропускаемым из всех занятий, уроков. Ну, у кого как там. Вы когда учились в школе, может быть, пропускали с удовольствием уроки «Физкультуры», а вот некоторые люди, наоборот, с удовольствием на них ходят. Как учителем «Физкульт-привет», «Подавайте мне «Физкульт-привет», приходят студенты и говорят, вы знаете, я загляю на математику, я хочу заняться «Физкультурным», по-моему, уже это приятно. Тореро тем временем проводит фактически «Торнадо-Ди-Ди-Ти» «Физкульт Олегу», для краткости так буду его называть. И теперь какое-то время у них, я имею в виду у экзотических «Амигосов» есть несколько секунд атаковать вдвоем одного «Физкультурника Олега». И Диего применяет свой вот такой фирменный «Завис», зацепившись за шею Олега. Олег ничего пока что не может сделать против Диего и Тореро. Слаженно они работают, и даже вот то, что каким-то чудом, я не понимаю, Олег умудрился вырваться из этого удержания, по-прежнему не приносит никакой пользы. Антифлид, но еще было чудом, и пять очков Олегу за это, безусловно, мы ставим, что, напомним, в начале матча он вырвался даже из финишера Диего Гонзалеса. Мораль такова. Диего Гонзалес, не применяй финишер в начале матча. О, Комагнусо, да, да. И, по-моему, вы знаете, смотрю я сейчас на команду «Экзотик Стайл Амикос» и понимаю, что только что они вот так вот резво начали этот бой, сейчас сыграть с ними плохую службу, а, по-моему, они вынаглезли. Так, Диего пытается захватом сатаналию подбросить Олега. Это не получается, и он переходит к Гедлоку. Справа налево. Слева направо, но пока что без толку. Ломает он руку, ломает шею физкультурнику Александру. Торрера может хлопать сколько угодно, но нашим российским закаленным физкультурой физкульт-приветчикам такие шееломы нипочем. Да, сейчас непонятно, что они творят с животом или там грудной клеткой Диего Гонзалеса. И явно таким приемом не учили на уроках физкультуры. Может быть, они оставались на дополнительные занятия. И даже на них не учили таким жестоким вещам, как носат копчикам на свои колени. Так, может быть, здесь дело в другом, что, может быть, физкультурники, они уже выросли из учеников и стали преподавателем физкультуры. Может, они придумают какую-то там свою новую разминку. Инфигири отправляет физкульт Александра в нокдаун. И Диего продолжает атаку. Александр реверсирует, но получает летящий шлагбаум. Действительно красиво. Да, что ж тут говорить. Диего и Тореро. Два таких амибос красавчики. И технари. Вы посмотрите, какой прием сейчас проводит Тореро. Такой, я не знаю, тоже модифицированный суплекс. Как-то Абаком перевернулся. Я даже не успел посмотреть. Просто радует нас команда, кстати. Вашу команду в турнире, я заметил. Очень много технических приемов. В давненьком мы этого не видели. Мы так все... Вообще командный турнир НФЛ пошел на конь. Безусловно, каждая команда знала, с чем ей предстоит столкнуться. А именно с жестокой конкуренцией. Поэтому готовились кто как мог. Немножко засиделся, застоялся на углу Тореро. И физкультурный Александр пользуется моментом уходит у него с дороги. И снова, вдвоем против одного, физкульт Олеги и Александры в одном лице. И... Неужели они сейчас сделают это? Сейчас, да, сейчас будет плохо. Сейчас, во-первых, будет разминка, потому что без разминки не было. Никогда так не делайте, друзья мои. Можно я не буду на это смотреть? Это такое жуткое зрелище. Смотрите, Диего не выдерживает, спасает своего напарника, врываясь в матч в нелегальный для него момент. Между прочим, рискует сейчас, рисковал сейчас Диего Гонзалес. Судья мог просто дисквалифицировать его, замешать. Ничего себе! Смотрите, вот это электрический стиль-дробкик. Это именно то, чем выиграли свой матч против Козы Ностры Диего и Тореро в прошлом месяце. Но судья не считает, потому что, по-моему, Александр это не тот оппонент, которого нужно удерживать в данный момент. И продолжает свою битву Олег против Тореро. Закрученный шейлом удержание. Раз, два, нет, нет, вырывается Тореро. Не смог воспользоваться тем, что испанец отвлекся сейчас физкультурник Олег. А Олег уже по традиции освобождается от второго своего противника, от Тореро в данном случае, для того, чтобы никто не помешал Олегу и Александру сделать вот этот диди-диди, каким они выиграли у медбратьев. И может быть даже и выиграют и бы сейчас. Нет, опять Диего Гонзалес влезает в этот матч, но он рискует. И выиграли бы, и выиграли бы, если бы не Диего Гонзалес. Второй раз сейчас рисковал Диего. Мог, еще раз говорю, мог просто дисквалифицировать команду экзотикстайл Амиго, наш рефери, вот за эти вот вмешательства. Но, видимо, хорошее настроение у нашего сегодняшнего рефери не стал он этого делать. Олег хочет убедиться, что Диего не возвращается на ринг. И смотрите, каким самоотвержденным способом он это делает. Пожертвовав собой, приминает за рингом Диего Гонзалеса. На ринге тем самым остаются один на один Тореро и физкультурник Александр. И подножье скалы проводит сейчас Тореро физкультурнику Александру. И, по-моему, это все. По-моему, сейчас будет маятник. Совершенно верно. Разбег. И вот он. Удержание. Раз, два, три. И команда экзотикстайл Амигос выходит в полуфинал командного турнира независимой генерации рестрика. С чем их и поздравляет. Только благодаря тому, что Диего все-таки заблокировал изначально пытавшегося заблокировать его за рингом физкульт Олега. Ну что ж, друзья. Это значит, что первая команда, которая выходит в полуфинал, это экзотикстайл Амигос Диего Гитареро. Ну что ж, дорогие друзья. В следующем выпуске нас ожидает бой за чемпионский бой СНФР. И вот как участники подошли к этому матчу. Ну что ж, я подумал и принял решение. Бой между Рэйвом и Егором Газаевым будет сегодня позже. В зависимости от результатов этого боя и от того, что борцы покажут на ринге, я определю того единственного, кто достоин драться за чемпионский пояс независимой федерации рестрика. По результатам матча Рэйв против Егора Газаева Главным претендентом становится Олег Лешин! Пахни, если ты всерьез думаешь, что ты таким образом от меня избавился, что ты меня лишил чемпионского пояса, который я мог бы выиграть, то ты меня недооцениваешь. Ты либо ненормальный, либо мазохист. Но если ты так хочешь, то в сегодняшнем матче за чемпионский бой СНФР между Вулканом и Олегом Лешином ты будешь третьим участником! Только учти, после этого и Олег, и Вулкан будут знать, кого они переломают в первую очередь! Так, дорогие друзья, на следующей неделе один из главных матчей этого месяца Олег Лешин против Рэйва против Вулкана бой с тремя участниками за пояс чемпиона НФР ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова